Вот такие вот изделия, мешочки, девочки, мы шьем с вами для солдат, для наших. В этих солдат, в эти мешочки будут наполняться сладостями, медикаментами, смешно, тут ничего нету. Наши солдатики защищают вас для того, чтобы вы спокойно могли учиться и работать. И смеяться над этим не надо. А то, что мы готовим для наших солдат, для наших защитников, новогодние подарки, они тоже хотят встречать Новый год и почувствовать домашнюю, новогоднюю атмосферу. Поэтому вот такие мешочки мы с девочками шьем. Вот мы сошьем эти мешочки, наполнят их всем необходимым, что нужно для солдат, сладостями, медикаментами, изущенное молочко, все, что они любят. И все это будет отправляться нашим защитникам. Это просто они будут или еще какое-то украшение на них будет? Мы решили, мы хотели сделать украшение, я принесла даже эти украшения, но решили, что все-таки это будет как-то по-детски, поэтому мы решили вот так вот эти мешочки. Мне кажется, наоборот, хорошо по-детски, да? Дедушку Мороза или Снегурочку. Кого бы вы туда, на этот мешочек разместили? Кого? Как бы украсили? Ну, есть у нас украшения, я сейчас покажу. А ну, дети как бы украсили, как? А ну, фантазию включите. Снеговика бы нарисовали. Кого? Снеговика нарисовали. Снеговика, правильно, красиво. Или снежинку, или елочку, да, или бантик такой, хоть как-то, чтобы, как бы, и радостно. Не простой мешочек, а сказочный мешочек от деток из уютного, из кружка Золушка, да? Да, это наши девочки. Золушка ваш кружок называет. А вы же можете пошить такие мешочки? Они же шьетесь. Серьезно? А вам не тяжело? Вам не тяжело будет шить такие? Нет. Нет? Вы уже шьете? Да. Да, у нас ткань есть. О, какие вы молодцы. Даже варежку шьете. Они многое у нас шьют. Вот, смотрите, нарисовали. Пошили сумочку и нарисовали. Сейчас мы клаком скрыли, чтобы она высохла. Это шофер. Это у нас Маша сделала. У вас тут собака. Молодцы, молодцы. Я думаю, что солдатикам будет приятно получить такие подарки в таких мешочках из уютного.